Доброе утро. Вы знаете, я очень рад, что вопросы по подростковой проблематике стали приходить не только от моих клиентов, от моих друзей, от моих знакомых, но и от телезрителей. И я бы хотел посоветовать быть в этом плане и смелее, и активнее. Пишите и звоните, мне все передадут, и я постараюсь ответить, если смогу. И вот вопрос от телезрителя. Как правильно объяснить ребенку, школьнику, что нужно давать сдачу, если тебя ударили и при этом не бояться? Великолепный вопрос, очень важный и актуальный, и я не шучу, потому что вопрос реально трудный, при определенных условиях даже неразрешимый, потому что в самом вопросе есть подвох. Какой? Отвечаю. Объяснять ребенку, подростку, что нужно давать сдачу, когда тебя ударили. Обычно, согласитесь, не нужно. Он и сам это понимает. Если, конечно, не полный пацифист. Он знает, что сдачу давать нужно. Но сдачу давать страшно. И это и есть подвох. Потому что подросток, а иногда и вы, наивно думает, что нужно сначала избавиться от страха, а потом уже давать сдачу. И ваша главная задача объяснить ему, что это не так. Не нужно пытаться избавиться от страха. Не нужно ждать, когда он пройдет. Не нужно его даже скрывать. Нужно бояться, трястись, потеть от ужаса. Ноги ватные, руки как плети. Но все равно нужно давать сдачу. И драться таким, какой ты есть, вместе со своим страхом. Да, первые десять раз тебя и забьют. Ну и что? Зато ты не сдался. Не убежал. И это главное. Уверяю вас. Попробовав, подросток с первого же раза поймет, какой это кайф прийти домой избитым, но не сбежавшим, не отступившим. Это ни с чем несравнимый кайф. Дальше вопрос времени и вопрос техники. Техника драки со временем придет. А страх, он со временем уйдет. Но уйдет потом, а не сначала. Обратите на это внимание своих детей. Сначала боимся и даем сдачу. Потом даем сдачу и уже не боимся. Никогда не ждем, когда же мы не будем бояться, чтобы начать давать сдачу. Так это никогда не работает. С добрым утром.